Ханс Райтс. Миллионер, который старается ничем не выделяться. Он вырос в многодетной баварской семье. Моя мать была трактирщицей в деревне, и я видел, как она днем и ночью работала. Каждый день она готовила для семьи из девяти человек и одновременно занималась делами в трактире. Но денег всегда не хватало. Когда ты, будучи 12-летним мальчишкой, видишь, как тяжело приходится твоей маме, как она украдкой плачет от того, что не знает, где ей взять деньги, то начинаешь думать, как ты можешь помочь. Первое, что тебе приходит в голову, это самому зарабатывать деньги на карманные расходы и даже приносить что-то домой. Будучи школьником, Ханс продавал велосипеды и подрабатывал в кинотеатре. После окончания школы он побывал в Индии, Пакистане и Ираке. За границей он провел семь лет и научился игре на барабане. По его словам, в это время у него была возможность лучше изучить и понять самого себя. Вернувшись в Германию, Ханс Райтс решил оказывать поддержку художникам и музыкантам. Со многими он заключал контракты, организовывал мероприятия, как, например, юбилей концерна «Бас». Заработал свой первый миллион. Сегодня он консультирует менеджеров крупных концернов. Когда я впервые посетил концерн «Фольксваген», то заметил, что люди, которые шли на работу, были в плохом настроении. Зато, когда они выходили из здания, то улыбались. И тогда я решил, что попробую на них так повлиять, чтобы они приходили на работу с улыбками на лицах. Это было моей мотивацией. С такой мотивацией Хансу Райтсу удается найти много новых друзей и единомышленников. Среди них и Мухаммад Юнус из Бангладеш, лауреат Нобелевской премии мира за 2006 год. Его самый известный проект – микрокредиты для женщин. Сегодня Ханс и Мухаммад друзья и деловые партнеры, у которых совместное предприятие. Вместе они хотят популяризировать идею социального предпринимательства во всем мире. Он особенный человек, и при этом открытый и простой в общении. Я работаю не только с ним, но и со многими другими партнерами. Ханс очень телеустремленный, очень творческий человек. У него всегда новые идеи, которые сразу же увлекают других. Когда мы принимаем участие в конференциях, на которых присутствуют сотни людей из разных стран мира, то люди разговаривают не только со мной, но и с Хансом. Он вдохновляет их. Женщины, занимающиеся социальным бизнесом, поддерживают новичков в этом деле. Ханс Райтс и Мухаммад Юнус помогают им в налаживании связей. От них исходит не только идея, но и финансовая поддержка. Оба предпринимателя знают, с какими проблемами приходится сталкиваться начинающим бизнесменом. Когда мы только познакомились, и это мне хотелось бы особенно подчеркнуть, у меня было ощущение, что наступило сразу два праздника – Пасха и Рождество. Мы еще никогда не встречали спонсора, который бы сказал «У тебя есть финансовая проблема? Я помогу тебе быстро и без лишней бюрократии. С такими спонсорами мне никогда раньше не приходилось сталкиваться». Без бюрократических проволочек. Именно так любит работать предприниматель Ханс Райтс. И у него всегда много идей для бизнеса. Скажем, идея справедливой торговли кофе. Его выращивают в штате Керала на юго-западе Индии. Ханс Райтс считает, что семьи, которые этим занимаются, заслуживают лучших условий жизни. Предприниматель стремится помочь им. Он открыл несколько магазинов, и это семейное кафе в Исбадене. «Это кафе – моя абсолютная мечта. Мне хотелось что-то сделать для молодых семей с любовью и заботой. Этот проект – мое любимое дитя». Здесь нашлось и место для его увлечения – игры на индийском ударном инструменте «Тавил». По признанию Ханса, когда он играет на нем, то заряжается новой энергией.